Новый год идет неспешно, а болезнь бежит с тремглав. Тот, кто ждал сегодня чудо, получает лишь простуду. Ну и фильм наш про ковид, как и чем он нам грозит. Сначала стало тихо. Вторая часть. Я работала в Москве. Было открыто несколько вакансий в моей же компании, но в Праге. В какой-то момент мой молодой человек, он такой, а подайся на эту? Я такая, окей. И пришел ответ, меня пригласили на интервью. И я очень радовалась, что вот, все получилось, мечты сбываются, все дела. И бахнул карантин. Ужасный вирус на планете, болеют взрослые и дети, и смерть не за плечом стоит. Но жарко дышат мне в затылок. Носите маски, мойтесь с мылом. И помните, здоровых нет, но ужасы скрывать не стоит. А девушка в отсвете лет с экрана правду вам откроет. Здравствуйте, меня зовут Ксения Соколянская. Конечно, не хочется верить, что это все закончится. С другой стороны, я понимаю, что, поскольку мы год назад не могли предположить, действительно, что люди в масках везде станет абсолютной нормой, то есть тебя же действительно уже удивляет, когда ты видишь, что кто-то почему-то без маски, или что в каком-то небольшом помещении слишком много людей. Меня, по крайней мере, это удивляет. Наденьте, пожалуйста, носочку. Я думаю, что, скорее, очень многие люди поняли образ жизни вроде моего, когда ты очень сильно ограничен. Очень сложно быть мамой, когда нет рядом папы и каких-то других родственников ребенка. Я могу начать с того, что я им просто поставлю мультфильм, потому что у меня совершенно нету сил развлекать его самостоятельно. Ну, я понимала, что это не я плохая, а жизнь плохая. Я очень сильно устала, и поэтому, наверное, я могу позволить себе чуть больше каких-то вещей, которые не сделают Сашу менее любимым ребенком, а меня менее заботливой мамой. Я хочу увидеть маму. Я очень соскучилась по маме. Странно говорить такое. 33 года, но я вот в этом году сделала и для Саши, и для мамы своими руками адвент Катин. Я не хотела покупать, потому что мне хотелось, чтобы это было персонализировано, и я хотела отправить маме его DHL, а выяснилось, что, не знаю, с 2014 года нельзя отправлять из Европы частные посылки в Россию, они перестали это возить. И я была просто максимально разрушена, потому что мне очень хотелось. Я понимаю, что моя мама тоже очень сильно устала, в первую очередь, за одиночество. Короче, когда они не взяли, просто мне казалось, что, знаешь, вот мой личный конец света наступил, но в итоге один знакомый поехал в Москву, а то шалость удалась. Шалость удалась. Я, наверное, разрешила себе наконец-то расслабляться, и перестала так многого от себя хотеть. Мир теперь в носу больного. Палкой тычет раз в неделю. Просто так, без объяснений. Кажется, теперь все будет вечно. Вечно. Только так. Не приедет вертолетом, добрый доктор Айболит. Шлет письмо. Вы все умрете, и никто не прилетит. То есть, это самый большой, вообще самый массовый, самый тяжелый, самый жесткий кризис для гражданской авиации за всю ее вообще историю. Я летаю на маленьких самолетах, это не транспортная авиация. Я летаю на двухместном одномоторном самолете. И единственное, что у нас меньше налет, а как бы от налета зависит твоя зарплата. То есть, ну, зарплата у меня упала примерно где-то процентов на 30. Ну, авиакомпании свои самолеты, собственно, уземлили. Все фотки видели, да, где там куча самолетов, идет на посадочных полосах. Просто они как стоянку ее используют, потому что в аэропорту тупо нет места. Самолет это очень дорого. Он делает деньги только, когда он в воздухе. Все остальное время он деньги жрет. Причем жрет конкретно. Это и за, собственно, стоянку платить аэропорту, никто не отменял. Это и нужно время от времени двигатели запускать, чтобы они там, ну, грубо говоря, не заржавели, да. Ну, и, собственно, притока денег нету. То есть, у многих были проблемы с тем, что не возвращают деньги за билет. У меня то же самое. Не возвращают деньги за билет, потому что зачастую просто тупо нечего возвращать. Примерно посчитали, что где-то 10 тысяч пилотов, именно профессиональных пилотов в Европе, где-то 10 тысяч человек сейчас без работы. Это только в Европе. Самолеты не летают и не едут поезда. В те места, где лед растает и закончится весна. И начнется снова лето. Только сказка не про это, а про то, что не летают самолеты в никуда. Я помню, что я рыдала на работе, меня с моей коллегой успокаивали, что, типа, не волнуйся, все будет хорошо. Мой молодой человек не приехал. Посольство Чехии в Москве закрылось. И закрывалось оно потом еще много раз. Я уже даже не помню, сколько раз за год оно закрывалось и открывалось. Я не могу подать документы. Я не знаю, когда я увижу своего любимого человека. Ты не можешь выйти из дома, потому что ты заболеешь. Ты не можешь оставаться дома, потому что ты уже готов. Ну, все, сейчас выйду в окно. Я больше не могу в окно уже смотреть. А потом 9 апреля умер мой дедушка. А дедушка у меня наличие стоило только один. Вот, поэтому это был особо ценный родственник. Мы не могли нормально его похоронить. Все семейство адски ругалось на то, что какого хрена дед так помер неудачно. В самый разгар, как бы, коронавируса. И что мы будем с этим делать? Было непонятно, когда вообще станет лучше. И в какой-то момент просто надежда и вера в то, что станет лучше, начала угасать. Вот. Люди теряют работу. Люди теряют надежду. Понедельник или суббота. Каждый день неизбежность. Что им теперь остается об этом, расскажем дальше. Мир через раз повернется. Только не так, как раньше. Я думаю, что мы должны научиться жить с вопросом, что если так будет всегда. В марте все уже закрылось и было такое ощущение странное. Что все поменялось, а природы нет. Лес не поменялся. В городе у тебя, как бы, очень такая зацикленность на чем-то внешнем. Закрылись магазины, все, там становится страшно. Здесь все стабильно, здесь все как надо. Когда в первый раз случился карантин, они приняли очень жесткие меры. И заболевание не распространялось. И люди очень объединились. У всех было ощущение, что мы все как бы заодно. У нас всех общая цель. Народ шел маски. И было какое-то ощущение очень сильной поддержки взаимной. Мне кажется, это было очень приятное чувство. Вот такое, знаешь, объединенности. Потому что, мне кажется, государство заняло очень жесткую позицию. Очень понятную и объяснимую, предсказуемую. И все хотели поддержать эту позицию. И вот через полгода или через лето то же самое государство занимает позицию, типа, как же мне вот тут и вашим, и нашим. И сразу падает мотивация людей. И в этот момент люди начинают так же, мне кажется, себя вести в какой-то степени, что они хотят, чтобы все было открыто, но при этом боятся заболеть. Проявляется на том, что когда ты заходишь в магазин, там вот есть ощущение тревоги или страха. Кто-то больше в рукавицах и в масках, кто-то меньше. И это так, опять же, разъединяет людей. То есть каждый начинает думать там за себя. А как я? Что я? Будет ли для меня это выгодно или наоборот мне от этого будет тяжело? И нет чувства, знаешь, никакого вот там, как бы гордости за то, что мы вместе там справляемся с чем-то. И ты все время что-то боишься, то ли упустить выгоду, то ли типа народу много помрет. Да е-мое, что же делать? Вот как бы мне так на двух стульях посидеть? Это же прям очень заметно. Бизнес выгод не боится, и зимой ко всем стучится. Мы готовы предложить сельдь, пельмени, просто пить. Не желаете поесть? Нам бы знать, куда бы сесть. Знакомый предложил, говорит, а давайте кафе откроем. Да что, кафе не откроем? Конечно, откроем, мы же все такие опытные люди. Мы все можем. Мы открылись 2 февраля, год проработали. И в марте произошел первый локдаун. Нас закрыли. И, честно говоря, были в таком шоке, потому что мы не понимали, а что дальше? А куда? И самое интересное, в первый локдаун закрылись большинство кафе. Они просто закрылись. Ну, если они закрылись на время, думаю, что, ну, сейчас пройдет, что, месяцок не поработаем, потом откроемся опять, и все будет нормально. Мы так не стали делать. Во-первых, у нас не такой большой расход на персонал. У нас вообще обычно работает один официант в день. И это было изначально правильной стратегией. А сейчас, когда второй локдаун, это было очень странно, потому что, ну, перед Новым годом сказали, ну, окей, торговые центры будут работать, а кафе не будут. Ну, как бы, у вас в кафе по всей стране следят за чистотой. И в то же время торговые центры, где стоят огромные очереди, потому что в магазин больше пяти не пускают. Это закрытое пространство. Ну, и в итоге, конечно, мы сейчас видим результат. 14-15 тысяч заболевших в сутки. Ну, вот последствия вот этого незакрывшегося торгового центра. Забегая вперед, мы вообще ничего не зарабатываем уже год. Мы просто вот в ноль, дай бог, чтобы выходили. И мы просто о-о-о, мы в ноль выходим. Вообще не в минус. Супер, ребята. Я когда-то давным-давно брал интервью еще в 2008 году у одной дизайнерши. А она говорит, любой кризис – это очистительная клизма. Все говно смоет, а лучше и останется. Я такой всегда себе говорю, ну, вот сейчас вот, вот сейчас кафе другие закрываются. Вот это же ведь ровно те слова. А я же ведь, нет, меня не должно смыть. Я должен остаться. И поэтому мы барахтаемся и пытаемся выжить. И как кафе, так и, в принципе, как человек и все остальное. Это кризис. Его надо пережить. Я выживу. Рестораны закрывались. Люди сели по домам. Пили, ели и ругались. За какие нам грехи столько грусти и тоски. Мне очень тяжело было выйти на улицу. Летом особенно тяжело было. Потому что жарко. И вроде как хочется пойти куда-нибудь выгулиться. Но уже такая привычка сидеть и тупо пялиться в окно, что заставить себя куда-то выйти. Это большой вопрос. И проблема была в том, что девушки в красивых платьях сидят на верандах с коктейлями пряными. Чао. И ты такой разожравшийся слон, который такой выходит в ближайший ларек за сигаретами и такой типа Чао? Это жизнь? А пока надежды нет. Дома заперт человек. Не ходим сидеть на месте. Маршем ходим на протесте. Наш усатый президент уходить не хочет. Нет. Белорус к нему стучится. Мочи нет. Иди в темницу. А ему все нипочем. Чикчирыкает с Кремлем. Мы знакомы с Владом 13 лет. Это пол моей жизни. В это очень сложно на самом деле поверить. Но мы жили в Минске и я жила там в Серебрянке, он на Юго-Западе. И для меня Юго-Запад был просто... Это как Москва. Просто это дальний свет. И я ему просто отказала, потому что мне мама не будет разрешать ездить так далеко. Я сказала, что она живет далеко, ее мама не будет пускать ко мне на Юго-Запад в Минске. И я такой типа «О, классно! Нормальное отношение построили». Ну и все, мы разбежались. В 2012 году я уезжала в Чехию. В какой-то момент мы просто с ним прощались. Все, пока-пока. И тут он меня просто целует в губы. Я вбегаю в троллейбус, двери закрываются. И моя подружка спрашивает «А что это было?» И я такая «Я не знаю». Вот. С этого момента началась вот эта вот эпопея с тем, что отношение на расстояние, отношение на расстояние. Выборы президента все ближе, агитация набирает оборот. Я уже наелся этого президента. И я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду. Теперь против Лукашенко выступают три женщины. Белорусы, вы невероятны. Как раньше, уже никогда не будет. Я вообще против женщин не воюю. еще когда только приближались эти выборы все, я понимал, что эти выборы не будут как остальные. Мы с моими подругами стояли, отстояли в очереди. Мы отстояли восемь с половиной часов, но мы все-таки поставили нужную галочку. Когда ты, вот, после восьми часов в очереди, когда ты стоял и видел просто километровую очередь из людей, которые понимают то, что они вообще не успеют ни разу проголосовать, но они стояли до закрытия посольства, это, ну, вообще, вот, я просто, я помню эти ощущения такой неимоверной гордости. Ну все, мы отстрелялись, мы успели. Восемь часов тридцать минут. А мы проголосовали. Живей Беларусь! Результаты были удивительные, это слабо сказано. Большинство избирателей отдали свои голоса за действующего президента Александра Лукашенко. 80,23%. Это день нашей с вами победы. И, ну, понятное дело, все вышли на протест. 10 числа вечером я разговаривала с мамой по телефону и мама говорит, а Влад, ну, Влад же дома, да? Я такая, нет. Я позвонила ему после разговора с мамой с тем, что с ним все нормально и он где-нибудь тупо просто на районе ходит с ребятами где-нибудь и все остальное. Я просто поднимаю трубку и я слышу взрывы на заднем плане. И он мне говорит, любимая, все нормально и кладет трубку. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Наше сопротивление это марафон. Ребята, спасибо вам. Вы красавки. Ну, не выйти, это, соответственно, согласиться с тем, что все, что там происходит, ну, так и останется. Я уже просто искала людей, где можно взять денег и купить билеты и ехать домой. Потому что у меня сразу уже все истории мира сложились в голове, что его заберут. И я даже не буду знать, как с ним связаться, как его оттуда вообще вызволить. А он такой, ну, человек, который не будет как бы молчать. Если ему ОМОНовец что-нибудь скажет, он же ему ответит. Сказать, что ну, я там боялся, что меня задержат. Я был просто к этому готов, вот, но все равно бы я не сдался им. Так так не делается. Я звоню своей подруге, Дине, и я говорю, Дин, ты понимаешь, да, что он там, и я ничего не могу с этим сделать. Она у меня спросила, Свет, ну, если бы ты была там, ты бы была же возле него? Я такая, ну, да. мы бы с ним вместе бегали от ОМОНовцев, прятались бы в казино и все остальное. Это сто процентов. Это просто неимоверно. то есть, я вообще, я его ненавидела в этот момент просто максимально. И гордилась им одновременно очень-очень сильно. найдем каждого. Не сдаемся вместе победе! мне нужно было срочно что-то решать. То есть, срочно что-то решать, во-первых, потому что вроде как ослаб этот коронавирус, то есть, ну, как бы начали открываться границы и все вроде становилось нормально. И тут еще как раз-таки эти выборы и ситуация не меняется. Я подумал, наверное, знак, пора уезжать. Ну, и я себе пообещала, что если только Влад найдет какой-то вариант, я на него соглашаюсь без всяких фи, нет, не надо, вот это вот все. И в 20-х, чисто август, он мне говорит, Света, есть вариант сделать рабочую визу в Польшу. Я говорю, давай, у тебя есть все документы для этого? Он такой, да? Я такая, без вопросов. Я такой что-то позвонил своему другу и сказал, слушай, давай сделаем мне рабочие документы в Варшаву. Как только у меня виза была на руках, на следующий день я взял билеты, собрал вещи и уехал. Перед первым локдауном это было 15 февраля. 15 февраля он сел в автобус до Минска и мы договорились, что мы встретимся в апреле. Вот. И мы встретились только в сентябре. Мы не виделись 8 месяцев и 7 дней, кто будет считать? Вот. Это было тяжело. Как я хочу просто обнять человека. Мне больше ничего не надо. Мне просто хочется обнять конкретного человека. Конкретно вот его. И все. Мне больше ничего не нужно. И надежда вот так снежно упадет вдруг на башку. Сложно тут не растеряться, кто, куда и как собраться. Ведь ответ тут нам пришел. Ждем вас, чешский ваш посол. И мне позвонили из посольства и сказали приходите 1 сентября 9.00. Стало понятно, что вот эта вот реальность, где есть клевая работа в Праге и какие-то планы, мечты. Это все реально. Были бы все три пути, знали мы, куда идти. Только вирус перепутал, кого надо бы спасти. Были бы у нас пути, можно было бы не идти. Не учиться, не работать, ни финансы, не войти. Я надеялась, хотя наивно я надеялась, что как кто-то стукнет 1 января все, Новый год, это все была шутка и до свидания, коронавирус. Конечно же, в реальности так не оказалось. Сижу дома, у меня обучение на дистанционном. Большинство времени я не посвящаю учебе, я, наверное, большинство времени посвящаю прокрастинации. Я теперь в последнем году учебным уже не смехулочки, понимаешь. Ой, жжж, у меня сердце заколотилось, я боюсь, ну ладно. Мне кажется, что карантин, наоборот, очень сильно нас соединил. Каждый день я была так рада, что я могу быть дома с мамой, мне прям очень это было приятно, потому что еще к тому же это последний год, ну или один из последних годов, в который я вообще с мамой буду так жить вот в одной, в одном доме. Ценить все, что у тебя происходит, и то, что ты можешь быть дома, и то, что ты можешь быть с людьми, и то, что ты можешь просто даже пойти кофе попить и сесть куда-то, вот это я заметила после времени, что это вот мне очень часто не хватает, потому что я очень, оказывается, я это очень любил. Так что, вот это был такой год, когда тебя прям, ну вот тебе дала пощечину жизнь, такая так, проснись ты, капиталистическая свинья, а ну-ка цени, цени все моменты, которые у тебя из жизни. Почему у нас выпал снег в этом году? Единственное, почему мне кажется, что выпал, это моя теория, и она не подтверждена никакими фактами, но это потому, что все сидели дома очень долгое время, мало кто видел на машинах. Рода нас поблаговарила тем, что выпал снег, и сказала, пупсики, держитесь, хотя бы снежку вам дам, раз уж все хреново. Ночь тиха, на крыше снег, не обещанный, нежданный, держит девушка билет, эконом, зато со штампом, мир помятый, как с похмелья, лед под сапогом хрустит, в каждом шорохе знамение, вас вселенная простит. Мы приехали в аэропорт, долго прощались с родителями, приехали сильно заранее, плакала и просила папу беречь маму, плакала и просила маму беречь папу. Но потом я вышла, очищенной ноздрёй, вдохнула чешский воздух и почувствовала себя очень счастливой. Счастливый конец, с Новым годом, друзья! Дальше же счастье, свобода, ведь да? Говорят о новой волне коронавируса. Наши кермасы во время поездки во брежнево обязательно. Будет нашей проблемой надолго. Её появление ждут все. Вакцина от коронавируса. Нам правда надо объединиться ради друг друга. Число сделанных прививок от коронавируса превысило 100 миллионов. Полностью сняты все коронавирусные ограничения. Худший период пандемии кажется позади. Складывается у нас у всех впечатление о том, что всё закончилось. Непонятно, когда мы в следующий раз полетим за границу. Самые ужасные последствия ковида было даже не это. О том, что может произойти со дня на день, говорит весь мир. Мы встретимся.